Всем привет! Вы на StopGame.ru, меня зовут Денис Карамышев, а конференция Е3 подошла к концу. Но это не означает, что мы с вами теперь распрощаемся. Это означает лишь, что у нас больше свободного времени, не нужно никуда спешить и мы можем подробно разобрать некоторые игры с выставки. Геймплею новой Assassin's Creed на презентации Ubisoft было уделено добрых полчаса, так что у нас достаточно материала. В прошлом году серия взяла небольшой перерыв, отделавшись от фанатов полнометражным фильмом с фастбендером в главной роли. Но в 2017 нас ждет полноценная часть серии, которая носит говорящее название Origins или Истоки, по-нашему. Слухи не соврали. Действие игры и правда переносится в Древний Египет. Ядро команды разработчиков составляют те же люди, которые работали над Black Flag, самой живописной частью в серии. Сеттинг — это, пожалуй, главная характерообразующая черта истоков. Открытые просторы наконец-то сменили собой клаустрофобные британские и французские бетонные джунгли. Надо было ходить на уроки истории, да? С чего там дома строили? Британские и французские условно бетонные джунгли. По заветам серии Far Cry, местные бескрайние просторы оккупированы всякого рода живностью. От безобидных, пока не дашем стимулирующего пинка бегемотов, до аллигаторов, гиен, слонов, лошадей и верблюдов, которых можно оседлать, орла, который отобрал у нашего протагониста козырное орлиное зрение. А теперь сам кружит в небе и по необходимости помечает то, что должно быть помечено. И даже одну отвратительную мифическую тварь нам в трейлере показали. Хотя, на самом деле, это не самое отвратительное, что есть в новой Assassin's Creed. Тут есть эти мерзкие богопротивные лысые кошки. Мерзость какая. Однако присутствие подобной твари в игре, я про Василиска, а не про это пищаде и ада, толсто намекает на возможное появление мифологических тем. Хотя, может, ты не знаешь, достоверную игру делают, как наши киноделы фильмы про Великую Отечественную снимают все по секретным египетским папирусам. То есть, Ubisoft всегда пыталась развивать подобные темы в этой серии. Вводила исторических личностей, типа да Винчи или Дарвина. Рассказывала игроку местные легенды и так далее. И Origins явно не станет исключением из правил. Уже сейчас издатель предлагает за предзаказ бонусную миссию тайны древних пирамид, в которых вы узнаете секрет их появления. Но вот с этим Василиском все это приобрело некий оттенок God of War или типа того... God of War. Я нормально God of War произнес. Отлично. Остальное зверьё, если верить разработчикам, будет вести себя как в Far Cry. Жить своей жизнью, охотиться, сражаться за территорию, есть, пить, срать, в общем делать все то, что делает среднестатистический египтянин. Ubisoft вообще делает особый упор на RPG составляющую открытого мира. Не на ролевой отыгрыш, а на такие механики, как распорядок дня у каждого гражданина. У них свои привычки и цели. Стража ночью будет спать, а бандюки выходить на улицы. Простые мужи будут не бесцельно топтаться на месте, а шариться по рынку чуть ли не со списком товаров от жены, залипать у плахи, на которой что-то происходит, вступать в перепалки друг с другом и даже справлять нужду. Причём жизнь населённого пункта не остановится, даже если вы уйдёте за километры от него. То есть, по идее, можно спрятаться где-нибудь за горой, отправить орла в деревню и смотреть его глазами, как какой-нибудь алкаш мочится в кусты. Вторая особенность, заявленная авторами проекта — это переработанная боёвка. Основана она на системе хитбоксов, и теперь придётся хоть немножко думать, что ты делаешь, а не просто закликивать противников. Боевая система предусматривает различные виды ударов и адреналин, который позволяет при достаточном его количестве ни разу не фигурально насадить противника на пику точёную. При этом герой не будет подпрыгивать к врагу в момент удара, как Бэтмен. Вам надо будет самим уворачиваться, активнее перемещаться в пространстве, рассчитывать куда, когда и как бить. И чем бить? Потому что арсенал оружия здесь вроде как богатый. Различаются и цвет, и редкость, и статы, и перки. Тяжёлые орудия ведут себя не так, как лёгкие. И то же самое касается и противников. А лук — ультимативное бесшумное средство убиения людей. Можно выпускать аж по несколько стрел за раз. А если найти древнеегипетский примус, то даже огненный ливень обрушить на судёнышко стражей порядка. Я, кстати, не знаю, насколько безопасно такой источник огня держать на своём деревянном корыте. Пожарная инспекция, думаю, точно не одобрила бы. Система шмота вообще поделена на классы. Оружие, брони, щитов, трусов и так далее. Кастомизировать персонажа нужно под себя. Ветки умений, уверяет разработчик, смоделированы таким образом, что стать и стелс-мастером, и рубакой, и легаласом в одном лице не выйдет. Хочешь косплеить Сэма Фишера, придётся всё вкладывать в скрытность. Хотя у меня есть подозрение, что заполнить всё дерево талантов... Это, наверное, не дерево, да? Всё-таки мышь на куст похожи по очертаниям. Короче, заполнить его полностью, как мне кажется, можно будет, если достаточное количество надрачивать по бочке. Система прокачки не позволит вам нападать на персонажей, которые сильно обгоняют вас по уровню. Ну, то есть, нападать-то вы можете, но при этом колупать их придётся по полчаса, а сами вы можете отъехать за пару тычков. Означает ли это, что основная сюжетка теперь наконец-то бросит игроку вызов, или враги в основных квестах будут более-менее соответствовать по мощи нашему герою, неизвестно. Но для выполнения побочных заданий и для путешествия в локации, в которых противники намного обгоняют вас по уровню, пригодится и система крафта, и поиск сокровищ, которые могут прятаться под водой, на холмах, и чёрт знает где ещё. Чёрт знает, кстати, потому что вышки здесь выполняют роль точек для быстрого перемещения, а не открывают все тайны окружающих земель. Но вышки всё же будут. Ubisoft, ну камон, пора отпустить. В связи с сомнительной вертикальностью архитектуры тех времён разработчики стремятся развивать паркур в сторону казуального альпинизма. Таким образом, что вскарабкаться можно будет чуть ли не на любую отвесную скалу, даже без видимых точек опоры. Дабы любой уголок и возвышенность рельефа были доступны для изучения. А чтобы... А зачем? Да, зачем? А чтобы ничего не отвлекало от красоты пейзажей, даже интерфейс порезали. Например, убрали миникарту. Теперь вместо неё скайримовый плоский компас. Вот про сюжет толком ничего сказано не было. Главный герой — это загорелый мужик с брутальным голосом по имени Баек. Обученный воин в со счёта сбиться каком поколении. У него есть орлица, глазами которой он может смотреть на мир с высоты птичьего полёта. А сама игра расскажет об истоках, что неудивительно, братство ассасинов. Но о мотивах идти туда, куда Баек идёт, ничего не сказано. При чём тут ассасины? Как он к ним придёт? Что они сделали? Кто будет ему мешать? Кто помогать? Хрен знает. Пока что Ubisoft акцентирует внимание общественности лишь на геймплее и самом внутриигровом мире. Так что эту тему и подытожим. Команда, создавшая живописный Black Flag, на этот раз предоставила нам огроменный открытый мир Древнего Египта, который охватит и пустыни, и кряжи, и оазисы, и Мемфис, и Александрию. Всё это явно будет забито под завязку контентом, живностью, квестами, лутом и так далее. Новая боёвка, по крайней мере на словах, звучит куда пободрее того, что было в серии до этого. Единственный кадр со здоровенным змеем интригует. Сама эпоха, в конце концов, довольно интересная и потенциала у развития темы Древнего Египта в видеоигровом формате предостаточно. Выглядит красиво и, кстати, выходит на Project Scorpio ныне Xbox One X в реальном 4К. Но как всё это будет воплощено на деле, по первым геймплейным роликам не особо понятно. Пока что это похоже просто на стилистическое продолжение Black Flag, чем на новый шаг в развитии серии после целого года отпуска. Но мы ещё многого об игре не знаем. Разработка продолжается и Ubisoft обязательно будет держать нас в курсе развития событий и самой игры, которая выходит, кстати, уже 27 октября этого года. На сегодня у меня всё, но в ближайшие пару дней от нас с Димой ждите ещё пару превью. До встречи на СтопГеймеру!